Закон об очищении власти проверят назначенные при Януковиче судье, газета РБК. Закон об очищении власти проверят назначенные при Януковиче судье Полина Химшиашвили полночь 25, 16 апреля 2015 года. Фото, Юпрофото, Востокфото. Фото, Юпрофото, Востокфото. Конституционный суд Украины 16 апреля начнет рассмотрение закона иллюстрации. Сторонники закона опасаются, что судье, назначенный при президенте Викторе Януковиче, его отменит и готовится пикетировать здание суда. В четверг, 16 апреля, Конституционный суд Украины начнет рассмотрение на соответствие Конституции ключевых положений закона об очищении власти. Закон был подписан президентом Петром Порошенко 9 октября. Он предусматривает иллюстрацию и запрет на занятие должностей на 10 лет высокопоставленным чиновникам, работавшим в период президентства Виктора Януковича, с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и занимавшим высокие посты в Коммунистической партии СССР. По данным Гражданского люстрационного комитета, почти 500 высокопоставленных прокуроров, руководителей милиции, фискальной службы, других руководителей уже и уволены с запретом возвращаться. В официальном реестре Минюста – 422 фамилии уволенных. Еще полтысячи перешли на более низкие должности или вообще уволились из органов государственной власти, надеясь, что их соратники в Конституционном суде отменят этот закон, говорится в заявлении комитета. Некоторые из уволенных оспорили решение в судах. Судьи под давлением один из главных инициаторов закона, депутат парламента от партии «Самопомощь» Егор Соболев, и несколько общественных организаций распространили призывы прийти в день рассмотрения к зданию суда на акцию в защиту люстрации, чтобы остановить реванш. В попытке отменить закон они обвиняют бывших членов партии регионов и других соратников Януковича. 15 апреля к защитникам закона присоединился премьер-министр Арсений Яценюк. Он заявил, что слушания инициированы представителями власти Януковича, которые хотят отменить законы крайной иллюстрации и хотят назад вернуться во власть, для того чтобы доделать свои грязные дела. Цитаты по Интерфаксу. У защитников закона есть претензии к составу судей Конституционного суда. Яценюк заявил, что в соответствии с законом о справедливом суде существует конфликт интересов между рассмотрением этого закона и судьями КС, которые подпадают под закон иллюстрации. По нашему анализу, 12-17 судей Конституционного суда – это люди Виктора Януковича, в том числе и 7 человек – это люди, которые давали ему диктаторские полномочия в 2010 году, говорил ранее Соболев, цитата по РБК «Украина». Во вторник, 14 апреля, Конституционный суд потребовал прекратить давление на судей. Попытки политиков распространить компрометирующую информацию, касающуюся профессиональной деятельности судей, призывы к митингам и демонстрациям под стенами Конституционного суда Украины являются ничем иным, как давлением на суд, заявила пресс-служба суда, цитата по Интерфаксу. Конституционный суд Украины состоит из 18 судей, равное количество назначает президент, парламент и съезд судей Украины сроком на 9 лет. Претензии к закону Конституционный суд в четверг будет рассматривать три обращения, объединенные в одно дело, два поступило от Верховного суда Украины и одно от 47 народных депутатов, представителей оппозиционного блока, в котором представлены бывшие функционеры режима Янаковича и депутаты его партии регионов. Как сообщает пресс-служба КС, они оспаривают несколько статей закона, в том числе и главное положение закона, предусматривавшее автоматическое увольнение чиновников времен Януковича в течение 10 дней с даты принятия закона. Закон на стадии принятия критиковал занимавший тогда пост генпрокурора Виталия Ерема. В сентябре прошлого года он говорил, что документ нарушает принцип индивидуальной ответственности и станет основанием для подачи многочисленных жалоб в суд. Плохим законом назвал закон о люстрации председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джани Букикио. Об этом он говорил в феврале на встрече с Порошенко. Тогда он вместе с представителями Украины договорился доработать закон и привести его в соответствие с европейскими стандартами. До изменения закона Букикио предлагал приостановить его исполнение. Однако закон продолжает действовать. Министр юстиции Павел Петренко, который в четверг будет защищать закон, заявил, что основные положения закона об автоматической люстрации абсолютно прозрачные и отвечают международным стандартам. По его словам, позиция Минюста заключается в том, что процесс люстрации должен быть завершен. Руководитель администрации президента Украины Борис Лошкин в интервью Лега Бизнес Информ, опубликованном 14 апреля, заявил, что не знает, каким будет решение суда, но считает, что права Венецианская комиссия, которая говорит, что закон нарушает права человека, а люстрация не может быть автоматической. По словам Лошкина, это можно изменить поправками к закону. По мнению председателя правления Украинского центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, если суд признает неконституционность положения закона, люстрации в стране не будет. Если проиграем суд, даже не будет возможности сделать процесс люстрации лучшим, заявил он в интервью радиостанции «Голос столицы». Вопросительный знак если говорить об ангажированности Конституционного суда, то он также ангажирован Януковичем, как и новой властью, суд обладает повышенной восприимчивостью к пожеланиям власти, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Буквальное применение закона приводило к абсурду, одного из опытнейших генералов Геннадия Воробьева, не прошедшего люстрацию, пришлось возвращать на работу в Генштаб специальным решением. В нынешней версии закон приводит к депрофессионализации государственного аппарата, но отмена закона вряд ли возможна, это будет не воспринято участниками Майдана. Скорее всего, суд найдет компромиссные формулировки, говорит Карасев. Автор статьи, Полина Химшиашвили.